Директор Кузнецкого завода радиоприборов отказался встречаться с представителями средств массовой информации. Всю информацию о деятельности предприятия мы получили от главного конструктора. Кузнецкий завод радиоприборов действует на рынке радиомаячных систем посадки самолетов с 1966 года. В настоящее время кузнецкими системами посадки самолетов оснащено более 200 аэропортов в России и странах ближнего зарубежья. Наши специалисты устанавливали и налаживали системы в аэропортах Кубы, Монголии, Кампучии, Румынии, Кореи, Болгарии и Афганистана. Модернизированные кузнецкими инженерами радиомаячной системы инструментальной посадки самолетов СП-80 установлены в аэропорту международного класса Курумычи. В Пензенском аэропорту установлены два комплекта радиомаячных систем СП-03 и СП-03Н. Если первая система уже сертифицирована, то вторая СП-03Н в июле пройдет летное испытание, которое проведет Межгосударственная авиационная комиссия. После чего будет получен сертификат на серийное производство этой системы. Вот в Саранск Кузнецкий завод радиоприборов уже поставляет одноканальную радиомаячную систему СП-03. В ближайшие дни намечаются заказчики из Одессы. На предприятии сегодня сложилась тяжелая ситуация, экономическая и особенность выплаты заработной платы. Сегодня руководственное предприятие проводится ряд переговоров, которые должны привести к получению заказов. А именно Одесский аэропорт должен заказать систему посадки и позволит привлечь дополнительно заказ на 37 миллионов рублей. Но, к сожалению, такие заказы для завода это редкость. Часто бывает простое, из-за чего возникают проблемы с выплатой заработной платы. К тому же предприятия не всегда справляются с конкурентами из Челябинска, которые производят такую же продукцию, но частным образом. И все же, несмотря на ряд проблем, завод пытается выжить. Кроме радиомаячных систем на предприятии производят усилители проводного вещания, усилители пожарооповещания, оборудование по уничтожению химического оружия. Елена Полубоярова, Артем Бурлаков, События Кузнецк.